Павел, приветствую. Я знаю, что вы представляете BeHive. Я о нем слышал, читал в различных буклетах, в том числе, которые посвящены Галфуду. Но пока вы не участвуете, как полноценный участник в этом году, так я понимаю, но вы уже многое знаете. И вы мне рассказали до программы, до нашего сюжета об особенностях некоторых. Вы уже почувствовали такую рекогностировку бизнеса, провели ситуации. Какие общие впечатления вообще о Дубае? Почему этот рынок может быть вам интересен? Ну, во-первых, этот рынок является одним из самых больших в мире с точки зрения потребления меда. Потребление меда на душу населения и в целом объемов самого рынка. Я имею ввиду не только Эмираты как таковые, но в принципе страны залива. Во-вторых, арабский мир в целом. Во-вторых, тот продукт, который мы видим здесь на полках магазинов, ну, скажем так, он соответствует где-то нашим представлениям о том, каким должен быть этот продукт с точки зрения как самого продукта, так и его упаковки, этикетки, представления на полке. То есть в целом это очень близко. В силу того, что что такое мед в разных странах понимают по-разному. Представление о меде здесь, оно максимально близко тому, которое есть у нас. А в-третьих, ну, я называю это такой high-level маркетинг, поскольку о меде есть упоминание в Коране, вот, они, в принципе, с особым пиететом к этому относятся, и воспринимают их, ну, вот прямо на ура с пониманием того, что это есть, и это, ну, для них есть нечто, элемент какой-то. Скажите, а где производство находится в Украине? В Черкассе, центральная Украина, да. Непосредственно в Черкассе, да? Да. А вот вы мне говорили, и мой знакомый, который занимается медом, тоже говорил о том, что твердый мед не очень-то пользуется здесь в особой популярности, точнее, в твердом состоянии мед, он, ну, не есть привлекательный для араба. В чем особенность? Почему так? Ну, это касается не только араба, это, в принципе, касается, ну, скажем так, большой части земного шара, которая привыкла потреблять жидкий мед, а жидкость меда определяется определенными, вот, там, физическими параметрами. То есть, что пчелки едят, так оно в итоге и получается на выходе. Вот, и, да, украинские пчелки, к счастью или к сожалению, для нас едят чаще всего подсолнечник, поэтому он достаточно быстро кристаллизуется. Есть технологии, которые позволяют мед правильно миксовать, представлять его на рынок, ну, в формате, который понятен, там, в Эмиратах или в Германии, или в Штатах, неважно где, но это, опять же, вопрос, там, понимание рынка, понимание продукта, вот, как мы с вами говорили, адаптации к локальному рынку, к его потребности. Я знаю, что у нас есть проблемы с выходом на европейский рынок, да, мне знакомые европейцы говорят, что есть много антибиотиков в украинском меде. Это правда, действительно, есть ли сложность такие? Это есть правда, то есть, да, да. В целом это правда, поэтому одно из самых важных наших подразделений в компании – это лаборатория, которая делает несколько этапов контроля, предварительный контроль, это еще до момента, пока мед закуплен у пасечника, да, и входящий контроль, когда машина приехала на завод, отбираются анализы, мы понимаем, что, да, вот этот мед мы можем продавать. Поэтому мы продаем свой мед в Данию, мы продаем свой мед в Бельгии, мы продаем свой мед в Германию, мы понимаем, что абсолютно спокойно, мы готовы выдерживать любые требования по стандартам. То есть, выгулезно подходите к этому? Да, однозначно, то есть, потому что, действительно, с точки зрения стандартов, вот, жесткости стандартов по меду, это, наверное, одни из самых жестких стандартов в мире, да. Я знаю, что последний вопрос, который касается в общей потенциальной, покупателей, вот на Галфуде не только арабы были, там были пакистанцы, там были африканцы, там было Индия, ну, много, там, юрпейцы не так активны, но импортеры потенциально были, они тоже могут быть потенциально вашим клиентам? Скорее, это наши конкуренты, потому что, ну, рынок меда достаточно глобальный рынок, Украина конкурирует на рынке меда с теми же индусами, в первую очередь, да, и Украина конкурирует на рынке меда с китайцами, Украина конкурирует на рынке меда, с Южной Америкой активно конкурирует, да, и поэтому здесь вопрос скорее находится в плоскости вот такой резонной конкуренции, потому что есть страны, это импортеры, а есть страны, которые производят, и производится достаточно много. Нужно брать качество. Да, здесь вопрос качества и адаптации, ну вот именно адаптации к локальному рынку, кто будет более гибким, кто будет более современным, что ли, кто будет похож на, давать продукт похожий на представление, которое есть у арабов, вот тот и выиграет. Ну, во всяком случае, первое впечатление, которое мы получили, первый фидбэк, который мы получили, абсолютно нормальный, то есть упаковка адекватна, в цене, очень хорошо, то есть мы точно понимаем, что мы попадаем в ту цену, которая здесь есть на полке магазинов, понятно, что там этикетка требует адаптации под локальные условия, но это стандарт, это в принципе в любой стране мира так. Ну, пожелаем вам удачи, это хорошо, что мы снимаем программу в самом начале вашей деятельности или попытки осознать особенности этого рынка. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Спасибо.